Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля, в эфире еженедельный дайджест новостей компании. В новом выпуске мы познакомимся с Алексеем Молчановым, новым героем выпуска Норникель Сторис Интервью. Побываем на Восточном экономическом форуме и узнаем, как бадминтон помогает детям с проблемным зрением. Готовы? Тогда поехали! Мы вновь отправляемся на плата Путорана. В прошлом выпуске мы рассказали, как прошли самые северные соревнования по фридайвингу. Настало время познакомиться поближе с человеком, который установил новый рекорд России на озере Лама. Встречайте, Алексей Молчанов, президент Федерации фридайвинга, 34-кратный чемпион мира и герой нового выпуска Норникель Сторис Интервью. Как успокоить нервы при помощи дыхания? Чем фридайвинг помогает в обычной жизни? И не устал ли Алексей побеждать? У меня получается проделать работу подготовительную так, чтобы все-таки побеждать. Но все равно я понимаю, что с ростом спорта будут соперники, которые фокусируются на дисциплинах, на какой-то одной дисциплине. И у меня там много дисциплин, как сейчас я победил в трех-четырех дисциплинах сразу, уже побеждать не получится. Полный выпуск уже ждет вас по ссылке в описании. Приятного погружения в удивительный мир нашего героя! С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходил 7-й Восточный экономический форум, который стал ключевой площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. На территории кампуса Дальневосточного федерального университета представители 68 стран стали участниками заседаний, бизнес-диалогов и круглых столов. Так, на панельной сессии устойчивое развитие малых и средних городов, развивая кооперацию бизнеса и государства, выступил Андрей Грачев, вице-президент Норникеля по федеральным и региональным программам. Он поделился опытом компании, так как большинство предприятий Норникеля имеет статус градообразующих. Также на форуме были организованы тематические площадки. Свой яркий и интерактивный стенд представил Забайкальский край. Центром выставки стал Быстринский ГОК – основное предприятие региона. У посетителей была возможность прикоснуться к настоящей руде, увидеть 3D-модели подземных самосвалов и познакомиться с новым проектом – «Спорт Быстрых». Это проекты, которые есть и с историей, которые уже становятся такими традиционными, регулярными не один год. Это, например, «Мир новых возможностей» – проект Норникеля, это Забайкальский кинофестиваль. И в этом году мы презентовали еще один новый социальный проект – это «Спорт Быстрых». Не обошли стороной и инновацией. На одной из сессий выступил Дмитрий Пристансков, статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Норникеля. Он рассказал, как компании используют искусственный интеллект в горно-металлургической сфере. Дмитрий отметил, что на промышленном производстве искусственный интеллект – это прежде всего помощник, который позволяет сократить время на рутинные процессы и повысить их качество. Новые соглашения, установление прочных связей и взаимовыгодное сотрудничество – Восточный экономический форум прошел продуктивно. До встречи в следующем году! Готовы принимать подачу? Тогда отправляемся в Читу, чтобы узнать о пользе бадминтона и познакомиться с еще одним успешным проектом Норникеля. Участники Центра развития бадминтона Забайкальского края получили беспроцентный займ от компании и создали специальную площадку для занятий на свежем воздухе. Проект «Детское зрение и бадминтон» помогает детям предотвратить проблемы со зрением. Авторы инициативы выяснили, что следить за траекторией Волана и стараться его отбить полезно не только для физической формы, но и для работы глазных мышц. В новом ролике вы узнаете подробнее, как проходят занятия и услышите историю проекта из первых уст. Полный выпуск уже ждет вас по ссылке в описании. Хотите попасть в наш еженедельный дайджест? Ждем ваши яркие комментарии под этим видео! Лучшие из них попадут в наш следующий выпуск! А вот и лучшие комментарии под прошлым выпуском! А теперь новости одной строкой! Норникель и лаборатория Касперского подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на защиту от киберугроз. Специалисты компаний будут тестировать программное обеспечение, анализировать защищенность и проводить аудит безопасности. Стали известны имена финалисток конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли». В шорт-лист вошли 120 смелых и прекрасных сотрудниц из 120 компаний. Среди них 27 финалисток из Норникеля. Церемония награждения состоится 6 октября. Желаем нашим девушкам только победы! На днях стартовал новый сезон iMake. В Манчегорске юных изобретателей познакомили с марафоном в формате квеста. Ребята работали в команде, проявляли свои креативные способности и развивали изобретательские навыки. До встречи через неделю! Всем хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok